В 2016 году Манзура Узбекова приобрела в Сайрамском районе земельный участок за 1 миллион тенге и приступила к строительству дома. Возведение жилья обошлось еще в 10 миллионов тенге. Мать троих детей даже взяла ссуду, чтобы достроить дом. Решение суда об освобождении только что отстроенного дома для женщины стал громом посреди ясного неба. Я взяла кредит в банке. Скот, который был в доме, продала. Продала нашу машину. Все накопленные средства пошли на дом. Теперь долги до смерти не смогу отдать. В такой ситуации оказалась не одна Манзура Узбекова. За пять лет свыше сотни жителей разных районов Туркестанской области потратили огромные средства и купили землю. По словам сельчан, в этой местности было реализовано 430 участков. В 2019 году владельцы земельных наделов оскорили претензии государственных органов и выиграли процесс в районном суде. Однако землеустроители обратились в областной суд и отменили решение предыдущей инстанции. Но последнее решение никто из сельчан до сих пор не видел. Наши участки мы приобретали законным путем. Мы оплатили все – налог, сборы и так далее. Сделали нулевку, госакт. Вот видите, здесь около десятка построенных домов. Еще под 20 домов уже подготовлен фундамент. А теперь, когда мы пытаемся здесь выстроиться, госорганы вновь нам не дают покоя. Сельчане отмечают, что при покупке земли на документах была печать и подпись бывшего Акима. Однако заместитель нынешнего главы района утверждает, что документы были составлены незаконным путем. По словам чиновника, двое граждан поделали подписи и печати, обманув жителей. А экс-Аким заявил, что не имеет к этому отношения, что и было доказано в суде. Сейчас все граждане, кто приобрел эту землю, должны подать заявление в суд и его решением легализовать участки. Нужно снова восстановить постановление. Другого выхода нет. Оспариваемые участки находятся на земле сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта. И нет никакой уверенности, что земельные участки останутся за нынешними владельцами, так как на делы выдаются в порядке очередности. Впрочем, сидеть сложа руки сельчане не намерены. Они готовятся с заявлением обратиться в Верховный суд, чтобы взыскать средства с тех, кто их обманул.